Мне 30 лет, работаю менеджером по продажам. После того, как попробовала кетодиету и подсчет калорий, я успешно похудела на 77 килограммов. Я никогда не была тащей. Ситуация ухудшилась в 13 лет, когда матери диагностировали рак. Я начала переедать, пища стала моей эмоциональной поддержкой. С годами мне стало сложно делать обычные вещи, завязывать шнурки, подниматься по лестнице, гулять с собакой. Я поняла, что нужно что-то поменять, когда мы заказывали мантии для выпуска из института, и я назвала заниженные мерки. Я так хотела в нее влезть. Я перепробовала кучу диет и не добилась успеха. Но в итоге путем сильных ограничений мне удалось похудеть, а потом вес опять пополз вверх. Два года назад я предприняла очередную попытку. Узнала о кетодиете, попробовала, мне очень понравилось. Вдобавок к ней я начала считать калории и перестала питаться фастфудом. Отслеживание того, что я ем, очень помогло. Я поняла, что любимые мюсли и орехи хоть и полезны, но очень калорийны, и есть их постоянно не стоит. Но самое главное, я перестала заедать эмоции и научилась принимать себя такой, какая я есть. Завтрак, овсянка с бананом или белковый коктейль. Обед, овощной салат с курицей или индейкой. Перекусы, йогурт без добавок, фрукты, сыр, белковые батончики. Ужин, цельнозерновые макароны с мясом и овощами. Я люблю бегать, ездить на велосипеде и сплавляться по рекам на кайке. Кроме того, у меня две силовые тренировки в неделю. Я пришла в спорт, когда разрешила себе не делать упражнения, которые не люблю. Например, мне не нравятся групповые занятия, а раньше я пыталась себя заставить. А когда начала кататься на велотренажере под любимый сериал, все стало гораздо лучше. Самое главное, я перестала верить краткосрочным диетам, которые обещают результат, а по факту ничего не происходит или все килограммы возвращаются обратно. Я научилась справляться с эмоциями без дополнительных порций еды. И еще ставить маленькие цели и небольшими шагами двигаться к результату. Теперь мне, наверное, уже ничего не страшно, фото инстаграм.